Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем читать книгу пророка Исаии, 56 глава. В этой главе, она небольшая по размеру, содержится, в частности, обетование, которое Господь дает иноплеменникам. Но начинается эта глава так, с обращения к израильтянам. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду. Суд и правда, мишпад и цдака – очень важные понятия вообще для Священного Писания, не только для пророков. Без суда и правды не может быть, без суда и правосудия лучше так перевести. Мишпад и цдака – в общем-то понятия близкие, почти синонимичные. И вот мишпад – это не только судопроизводство, это еще и правосудие, так же, как и цдака – второй термин в этой паре. И те, кто суд не хранит и правого суда не совершает и не делает правду, для того не может быть спасения Господнего. Ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Выше мы читали, что Господни мысли – это не наши мысли, и Его планы не наши, планы человеческие. Вот и как небо над землей, так высоко то, что Божье от того, что человеческое. И откровение правды Божьей, божественная правда, божественное правосудие, тот суд, который, как сказал русский поэт, не подкупен звону злато, он всегда остается у Бога. И человек, созданный по образу и подобию Божьему, конечно же, должен исполнять эту правду Божью. Господь научил человека сохранять суд и делать правду. Что это значит, подробно объясняется и у пророков, и в Моисеевом законе, и во всем Священном Писании. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого. То есть чего? Суда и правды. Правосудие и справедливости. Который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Осквернение субботы, хилюль-шаббат. Это нарушение одной из ключевых главных заповедей, десяти заповедей, десятословия. Заповеди, которые Господь Бог дал на Синае, Моисею и народу израильскому. Заповеди, которые являются заповедями завета с Богом. Вот суббота — это одна из божественных заповедей. Одна из этих самых десяти заповедей. О субботе будет говориться дальше. В следующей главе, например, и в 58-й, точнее, в конце 58-й главы. Вообще, вот этот третий раздел Исаии, который мы начинаем сегодня читать, 56-я глава открывает, это третий, последний раздел Исаии. В нем о субботе говорится немало, в самом конце книги то же самое. Суббота, шаббат, день покоя установлен Богом, потому что Господь, как объясняется в Десятисловии, в 20-й главе книги Исход, Господь шесть дней творил, и на седьмой уже не творил, уже почил от всех дел своих. Поэтому Господь осветил субботу, то есть выделил ее, осветить — это значит выделить этимологически, отделить от всех других дней недели. Это святой день, в отличие от дней профанных, рутинных. Суббота — день Господень, день святой. Господь его отделил и запретил человеку заниматься своими обычными делами в этот день. Да, делами милосердия, объяснит Господь Иисус Христос, заниматься можно. Если волый осел упадел в яму, конечно же, надо его оттуда достать, даже в день субботний. Если человек болен и есть возможность исцелить его в субботу, как, например, сухоруковая или скрюченную женщину, которую Господь Иисус исцелил в синагоге, то это можно, допускается делать. Ну а вот удерживать себя от обычных дел человек должен. Суббота — это знак также освобождения человека. Вот в том варианте доколога, в том варианте десяти заповедей, которые мы находим в пятой главе книги Второзакония, параллельное место в двадцатой главе книги Исход, там исполнение субботы объясняется несколько иначе. Человек должен хранить субботу не потому, что Господь почил в день седьмой от всех дел своих, а потому, что, говорит Господь израильтянам в книге Второзакония, что в этот день вы освободились из рабства египетского на свободу. То есть это воспоминание об освобождении из египетского рабства израильтян. Вот, казалось бы, десять заповедей, но немного иначе объясняется необходимость их исполнения в книге Исход и в книге Второзакония. Вот, Писание в этом смысле, оно включает в себя разные традиции, оно инклюзивно, не эксклюзивно. Так же, как и Евангелие, мы ведь имеем не одно, а четыре Евангелия, и молитва Отче наш, по версии Матфея, по версии Луки, это ведь не совсем одна и та же молитва, там немного по-разному Матфея и Луки. Вот, и много других можно также привести примеров, когда параллельные тексты, совершенно параллельные, они в чем-то расходятся. Вот так же и с Исходом и Второзаконием. Но суббота — это знак, во-первых, того, что сам Господь прекратил творить в этот день, почил от всех дел своих, как сказано в книге Бытия, и так же израильтяне должны были хранить субботу. Почему? Потому что в этот день, этот день напоминал им об исходе из египетского рабства. А сквернять субботу — это значит заниматься своими рутинными делами. Суббота — это свобода человека, знак его освобождения. Освободились руки израильтян от корзин, от того, чтобы изготовлять эти кирпичи соломенные, глиняные. И в конце концов они были освобождены полностью из рабства. И суббота, вообще, праздничные дни для человека, они говорят о его свободе. Что человек свободен и может отдохнуть. Это очень важно. И неверно считать, что воскресенье устранило субботу. Нет, конечно же. Да, мы празднуем воскресенье, как тот день, когда воскрес спаситель. Но это вовсе не отменяет субботы. Кто может отменить вечное Господнее постановление, еще от создания мира существующей? Господь ее не отменял, Всевышний. Поэтому мы празднуем и субботу, и воскресенье. И правильно делаем. И это отражается в нашем богослужении. Субботнее богослужение — это не будничное богослужение. Кроме того, в канонах церковных сказано, что кто будет поститься в субботу, в субботу и воскресенье, тот должен быть извержен из церковного общения. Потому что он, как вот здесь говорит Исайя, осквернил субботу. Суббота — праздничный день, так же, как и воскресный. И поэтому нужно в эту субботу запрещают каноны поститься. То есть можно вкушать и елей, даже Великим постом, и елей, и пить вино. А там, где елей и вино, это уже праздничная трапеза, это уже не будничная трапеза. На будничной трапезе елей и вино не нужны, вино особенно. Когда на столе есть вино, это значит праздник. В субботу вино должно быть на столе у христиан. Почему? Потому что суббота — это праздник. И так говорит нам церковный устав. В Торе тем самым и в 20 главе книги Исход, и в 5 главе книги Второзакония, и вот этим словам Исайи о субботе, содержащемся в 56 главе книги пророка Исайи. Оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Добро делать можно. А вот зло делать нельзя ни в субботу, ни в какой бы то ни было другой день недели. Дальше с 3-го стиха содержится, с 3-го по 8-й, включительно содержится вот в этом тексте, написанном, в оригинале написанном, ритмизированной прозой, по 8-й стих включительно содержится обетование, которое Господь дает через своего пророка не израильтянам, а тем празелитам, которые присоединились к израильскому народу, в том числе, когда уже народ вернулся из плена в святую землю. Вот эти самые наплеменники, евнухи, также здесь перечисляются. Это те, кто присоединились, и наплеменники, присоединившиеся к народу Господню, к израильскому народу. Да не говорит сына наплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Евнуха не может быть потомством. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и соблюдают угодные мне, и крепко одержатся завета моего. Суббота – заповедь, данная не только израильтянам, как мы знаем, дана всему человечеству. В первых главах книги «Бытия», в первых рассказах этой книги содержится как раз заповедь о субботе. Мы все потомки Адама, Господь нашему правцу дал эту заповедь. Поэтому, если бы мы происходили не от Адама, мы могли бы этой заповедью пренебрегать. А вот здесь и иноплеменники, и евнухи, они тоже хранят субботу, и поэтому они избирают угодное Господу, хранить субботу эту Господу угодно, крепко одержатся завета, то есть вступили в завет, в тот завет, который Господь заключил сначала с первенцем своим, израильским народом, потом иноплеменники вступили в этот завет, став празелитами. Ну а в наше время, можно сказать, вот уже 20 веков, все народы приглашаются к вступлению в этот завет через новый завет Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все народы присоединились и стали вместе с израильтянами единым народом Божьим. Поэтому то, что содержится здесь в этом тексте, когда говорится об иноплеменниках, говорится и о нас с вами, дорогие зрители портала «Экзегет». Пятый стих. «Тем, то есть иноплеменникам и евнухам дам я, прямая речь Господа, в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Господь нарекает имя, и это имя вечное. Часто мы встречаем в Писании, когда Господь дает тому или иному человеку имя какое-то. Но здесь вот иноплеменникам дается имя. Это очень важно, очень важно, потому что когда Господь дает имя, значит, человек навсегда записывается в книге жизни, в книге Божьей, которая пишется пред лицом его. И вот в доме, имеется в виду Иерусалимский храм, конечно, стены этой Иерусалимского храма, и там будет место. Дальше мы прочтем удивительные слова, которые повторит Христос. Не буду я здесь сейчас опережать этот текст. Но дальше мы прочтем эти слова как раз о том, что дом Господень, он и для иноплеменников тоже. «И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу, от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего». Завет Господень, вновь повторяется это слово, берит, 4 стих, 6 стих. Вот этот завет заключен был изначально с израильским народом, но в него вступают все присоединившиеся к народу Божьему. Здесь говорится об иноплеменниках. В те века, в те времена, особенно позднее, в эллинистическую эпоху, в римский период, было много, очень много язычников, которые присоединились к завету с Господом. То есть были празелитами, они также называются в новом завете, боящиеся Господа. Из них потом, кстати, было много-много христиан, первохристианских общин. Это очень интересная тема, ею, в частности, занимается такой современный библейский исследователь, отец Алексей Волчков. Он написал даже целую книгу о первохристианских общинах, общинах первого века, в которой достаточно аргументированно показывают, что эти общины, иудеохристианские общины, состояли не только из иудеев, обращенных в христианство, но особенно было много вот этих самых христиан из празелитов. То есть из тех, кто сначала стали иудеями, вступив в общину, став боящимися Господа, празелитами, а потом они приняли христианство в результате апостольской проповеди, прежде всего проповеди Павла, ну и других апостолов, не только Павла, но и апостолов из двенадцати. Но Павел особенно в этой сфере потрудился, как мы знаем из деяний. Так вот, «Я приведу на святую гору мою», продолжается в седьмом стихе «прямая речь Господа», «и обрадую их в моем доме молитвы». Домом молитвы здесь назван Иерусалимский храм. «Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». И вот дальше заключительные слова седьмого стиха звучат так. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Каждому читателю Евангелия, конечно же, эти слова памятны. Их произносит Господь, изгоняя торговцев, именовщиков из двора Иерусалимского храма. Говорит, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Цитируя тем самым эти слова Исаии и добавляет, «А вы сделали его вертепом разбойников». Дом Господень, Иерусалимский храм – это дом молитвы для всех народов, для всех иноплеменников. И не только здесь, но и во многих местах у пророков содержатся мессианские эсхатологические пророчества о том, что все народы будут приходить, приносить жертвы, молитвы, молитвы, жертвы уст. Здесь как раз в этих стихах уже говорится о том, что молитва выше жертвоприношений животных, барашков, например, коров. Козлов молитва еще дороже и выше, если она, конечно, произносится сердцем сокрушенным и духом смиренным, как сказано в Псалме. Так вот здесь дом Господень, «Дом мой, – говорит Господь, – назовется домом молитвы для всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, «К собранным у Него я буду еще собирать других». Так завершается вот это пророчество. Пророчество, охватывающее основную часть 56 главы. Господь собирает и рассеянных израильтян, и к ним еще и других собирает, чтобы все были собраны, чтобы составилось единое собрание рабов Божьих, и чтобы совершалось поклонение единому истинному Богу, чтобы все народы вступили на путь спасения, и чтобы отставили свое идолопоклонство, поклонение иным богам и прочее, все, чем они занимались. Через Новый Завет, через Христа мы исполняем эти слова, эти пророчества, вступаем с Богом в Завет и присоединяемся к единому Божьему народу, и вместе с израильтянами составляем единый народ Божий, прославляющий Бога молитвами. И уже не на горе Горезим, не в Русалимском, только лишь храме, но по всей земле, поклоняющейся Богу в духе и истине, угодно ему, как сказано в Новом Завете. Девятый стих несколько непонятен для читателя. Вдруг то ли этим завершается пророчество, то ли начинается новое, говорится «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть». Я думаю, что этот девятый стих относится к тому, что сказано в следующих стихах, в заключительных стихах этой главы, сказано там вот что, звучит суровое обличение. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лёжа, любящие спать». Кто эти ленивые псы? Это образ, прилагаемый к стражам. Стражники, цофим. Это, видимо, главы израильского народа. Вот эти главы израильского народа, они не охраняли свое стадо, то есть израильский народ, стадо Божье. И поэтому звери полевые, которое говорилось выше, говорилось выше в девятом стихе, звери полевые, лесные, идите есть, то есть они могли нападать на это стадо, расхищать его, распудить и нанести большой вред этому стаду, умертвить животных, домашних, их скушать. Стражи их слепы не видят. Они ленивые, как ленивые псы. И это псы, сказано, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Вот эти стражи и пастыри, это здесь одно и то же. Пастырями чаще всего в Ветхом Завете называются не священники, хотя и священники должны народу объяснять и столковывать божественный закон. Но пастырями называются цари, князья, правители народа. Они чаще всего называются пастырями. Вот эти обличения против пастырей, они очень характерны для некоторых разделов книги Иеремии, книги Езекииля. Вот здесь эти пастыри, жадные душою, ленивые, которые не заботятся о стаде, они уподобляются ленивым псам. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть, корыстолюбивость, корыстолюбие этих пастырей, оно обличается здесь и так же, как у Иеремии. И, конечно же, в Новом Завете, особенно в пастырских посланиях новозаветных это обличается. Пастырь должен дать отчет, будет пастыре-начальнику, он пасет не свое стадо, а стадо Божье, и должен будет ответить пред господином этого стада, перед пастыре-начальником, и не ради гнусной корысти совершать свое служение пастырское, а ради страха перед тем, кому это стадо принадлежит, ради страха перед Богом. Тем, кто, как сказано было выше, любит святое имя Господа, является рабом ему и служит его не ради гнусной корысти, а бескорыстно, ради преданности Богу. «Приходите, — говорят, — я достану вина и мы напьемся секеры, и завтра будет то же, что сегодня, да еще и больше». Они еще не только ленивые за стадом не следят, они еще и пьянствуют. Интересно сказано у пророка Амоса, «на одеждах взятых в залог возлежат при всяком жертвенники и пьют вино, взыскиваемое с обвиненных в доме Бога своего». По другому переводу, «в доме Богов своих». Вот так обличает здесь пастыри Исайя небольшое пророчество, охватывающее последние 4 стиха 56 главы. Таким образом, в 56 главе есть два пророчества, можно выделить две таких текстовых единицы, до 8 стиха включительного и с 9 по 12. Небольшая 56 глава, но весьма важная по содержанию запись, сделана для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok